Не тяни Илью за струны Не тяни Илью за струны Не тяни Илью за струны На церемонии присутствовало 400 гостей. Несмотря на то, что против этой свадьбы протестовали многие члены королевской семьи, никто от приглашения не отказался. Тысячи шведских подданных вышли на улицу, чтобы после церемонии венчания приветствовать молодоженов. В честь новобрачных прозвучал салют в 21 пушечный залп. После официальной части все отправились на праздничный ужин. Счастливые лица монарших особ можно было интерпретировать по-разному. Либо родственники принца смирились с его выбором, либо просто все удары судьбы они привыкли принимать с улыбкой. Хвоста нет, длинных когтей тоже. Да и шерстяным клубочком его назвать нельзя. Илья Логутенко устроил драйвовый перформанс на концерте в Алматы. Мяукал со сцены артист так громко, словно на дворе Март, а он темпераментный кот. Артем Авленко на интервью с музыкантом еле сдержался, чтобы не почесать Илью за ухом. Сразу стоит отметить, что улыбка у Ильи как у чеширского кота. Выглядит он так, словно вчера посетил парижскую неделю моды. В общем, не похоже, что коллектив стареет. Наоборот, у мумий тролля есть силы, чтобы воевать с мошенниками и воришками песен. Даже альбом они свой назвали «Пиратские копии». Это альбом с песнями, вот, собственно, под таким блещущим особой оригинальностью названием, который многие связывают с какими-то законодательными актами. Они всегда существовали, мы же свою карьеру, в общем, начинали не в 70-е, не где-то в странах с развитой экономикой. Решили мумий-тролльцы порадовать казахстанского слушателя треками новыми. Зрители не сразу поняли глубокий смысл песен, зато услышали громкие мяуканье. Стоит отметить, что все исполнялось вживую. Еще бы привередливую алматинскую публику надо было чем-то удивлять. Вот, например, в ближайшем будущем фанатов ждет фильм от мумий-тролля. «Мы его сняли, этот фильм, вот, дело, вот, как киношники называют, пост-продакшн, вот это дело, конечно, монтаж и так далее. Это все довольно трудное и новое дело для меня и для моих коллег по группе». Однако название фильма пока держится в секрете. Известно лишь то, что фильм будет приключенческим и опишет жизнь одной начинающей рок-группы. Кстати, под четким руководством Логутенко во Владивостоке пройдет ежегодный фестиваль талантов, где Илья выберет себе подопечных. «Потребность в друг друге как бы существует. Соответственно, с этой идеей мы начали, но вот уже третий год, уже в этом году, наверное, около тысячи, наверное, заявок у нас было со всего мира. С Казахстана очень много. За что вы говорите, Казахстане? С Судана даже». На концерт группы прибыло огромное количество человек. Видимо, мурлыкающие мотивы Ильи Логутенко до сих пор в тренде. Артем Абленко, Довлет Атабаев, новости ревюк. На острове Вайт, Великобритания нынче проливные дожди. Вода небесная слилась воедино со слезами поклонников Фаррелла Уильямса. Мало того, что у певца на сцене постоянно выглядывали трусы, так еще его громкие треки претерпели страшные изменения. Такого поворота никто не ожидал. Как только артист вышел на сцену, сразу стало понятно, что с нижним бельем у Фаррелла не все так радужно, чего не скажешь о его ярком пиджаке. Ко всеобщему удивлению, Уильямс исполнил свой хит «Хэппи» в стиле рок. После знаменитого рок-рэпера на сцену вышли настоящие дебоширы. Группа Блюр. Нет, известных треков они миру не представили. Видимо, плохая погода на острове дала о себе знать. Однако дали жару старички из «Эпродиджи». Они-то точно знают, чем фанатов приманивать. Сразу давай хиты свои отрабатывать, как всегда, в точку. Музыкальный фестиваль на острове Уайт, по идее, должен просвещать британцев в области рок-музыки. Утвержден был праздник еще в 1971 году правительством Великобритании и лично королевой Елизаветой Второй. В сети разгорелся нешуточный скандал. Тимоти в своем инстаграме вызвал казахстанца Сайлау Бека на батл. Шуточное видеообращение не просто вызвало серьезный резонанс, но и создало два противоборствующих лагеря. Большинство жителей нашей страны посчитали неэтичным поступок мистера Блэк Стар. Все началось с этого видео. Российский рэпер пытается воссоздать манеру исполнения казахстанца Сайлау Бека, ставшего известным после такого ролика. Мнения разделились. Одни приняли позицию хихикающих наблюдателей, другие же ополчились против Тимоти. Мол, как можно подтрунивать над Сайлау Беком? В СМИ неоднократно появлялась информация о том, что житель Атырау болен. В молодости он получил сильную травму головы и с тех пор он адекватны временами. Его сестра со слезами на глазах говорила, что местные ребята наливают Сайлау Беку водки и потом издеваются над ним, снимая на видео. Представители Тимоти об инциденте говорят коротко. Ничего не слышали, ничего не знаем. Смотрите, я в настоящий момент вам не могу дать никакой комментарий, просто потому что я немножко не в курсе ситуации. Радиоведущая и по совместительству пиар-специалист Гульбахор Хасанова несколько иначе смотрит на эту ситуацию. Да, возможно, артист действительно и не предполагал, что своим 15-секундным видео сможет задеть чьи-то чувства. Тем не менее... Почему он не вызвал Набату Буаржиро? Почему не позвал Джахалиба? Почему он до Дагуда Джаз не обратился? А решил сделать вот такой дешевый успех на очень таком дешевом скандале. Конечно, Казахстан как рынок для российского шоу-бизнеса довольно-таки лакомый кусок. Столько денег, сколько платят в Казахстане, россиянам не платят нигде. Поэтому и столько внимания. Единственная просьба, ну, Тимати, будь человеком. Не осталось в стороне от происходящего и группа Орда. На одном из выступлений музыканты использовали нечленораздельную речь Сайлаубека, подложив ее под свою музыку. О своем поступке ординцы теперь сожалеют. Я хочу сказать, что мы не знали про его болезнь до того, как мы его в большинстве сделали. После того, как мы прочитали про его болезнь, про интервью его сестры, мы, конечно, на своем официальном сайте, на официальных страницах, социальных страницах написали, что соединяемся. Я сейчас совсем в другой позиции. Я сейчас не хочу продолжать эту тему, я не хочу шутить. И мне это уже не нравится, как бы не смешно, мне жалко парня. Я думаю, не надо поддерживать эту шутку. Сегодня у Сайлаубека день рождения. Он отмечает свое 30-летие. Мы попытались дозвониться до его родственников в Атырау. Возможно, чуть позже мы все-таки выйдем с ними на связь. А вот один из соавторов ролика с участием Сайлаубека, узнав о готовящемся материале, предпочел на время затаиться. Донара Жуманова, Даулет Атабаев, Новости Ревю. Знаете, а ведь моду на несуществующие слова вел далеко не МС Сайлаубек. Дуэт Потап и Настя вот уже 10 лет фонтанируют подобными словечками. Ну вот вспомните, пырышки, пупырышки, плели лето, чумачечи, ла-ла-ла-бай. Короче, Сабина Таргаева научилась выговаривать эти слова и заодно узнала у исполнителей много интересной информации. Пупырышки, 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 пупырышки. Сейчас руки лето, все руки лето. Пупырышки Насте Каменских немного всхуднули, а все от того, что девушка села на диету. Говорят, что Потап имеет к этому процессу самое прямое отношение. Потап меня поддерживает. Потап тоже старается следить за питанием. Нет, это понятно. Потап же продюсер еще. Потап сказал, что сейчас мы снимаем клип Настя, в котором Настя будет у нас в определенных находиться одеждах. И в определенных позах, образах. И для этого Настя сейчас готовится. Однако не все поклонники поддержали желание Каменских иметь подтянутое тело. Многие решили, что исполнительница потеряет индивидуальность и так полюбившиеся фанатам формы. За коллегу в этом вопросе ответ держит продюсер. Завистники. Во-первых, Настя будет худой, потап будет накачанный, а вы будете жирными завистниками. Вытащите булку изо рта, прикрепите шоколадку и прекратите писать комментарии. Не завидуйте. Вернемся к пупырышкам, прелилетам и прочим диковинным словечкам. Выяснилось, что большинство треков придумывает сам Потап. Потап у нас гений, он придумывает не только песни, он и слова выдумывает. Скоро мы создадим словарь имени Алексея Потапенко. Чумачечни, например, я выхватил из разговора двух таких выпивших ребят, я слышал это. В трактиве. Да, иногда, иногда, над этим всем я сижу долго работаю, кропаю. В ходе разговора артисты развеяли один из слухов. Поговаривают, что Потап и Настя только кажутся сплоченной командой, а вне выступлений даже не общаются. У нас были неполадки, нашему дату 10 лет в следующем году. Вот, и в первые, наверное, пару лет были неполадки. Эти слухи идут еще с тех времен, ходят. Ну, так как мы два тельца, мы вспыльчивые люди. Бывает, иногда может так тарелка пролететь друг в друга за столом. Впрочем, на выступлении в Алматы ни одна тарелка дуэтом не была разбита, а это значит, что новому альбому быть. Кстати, на этот раз Потап и Настя планируют выпустить двуплетную пластинку. Сабина Таргаева, Даурен Мергалиев, новости ревю. Бейонсе плагиатчица, или как бэк-вокалист заставил диву краснеть. Селфи спасет мир. Мексиканские хипстеры усыновили мировой рекорд. По разным каретам Елизавета Вторая и Кейт Миддлтон подтвердили слухи о натянутых отношениях. И без них получится. Как певец Кентал делает творчество, не зная нот. Законодательницы музыкальной моды Бейонсе обвинили в плагиате. Да еще кто? Обычный бэк-вокалист. Заявление парня настолько задело суперзвезду, что красотка почти неделю избегала журналистов. Но теперь ее представители готовы держать ответ. Оказалось, что обиженный на Леди Би бэк-вокалист проработал в ее команде всего несколько месяцев. Теперь же парень утверждает, что музыку песни XO Бейонс украла у него. Представители суперзвезды отмалчиваться не стали и заявили, что все будет доказано в суде. Ну а поклонников миссис Картер поспешили заверить в том, что творчество их любимицы исключительно оригинальное. Бенедикт Камбербэтч тем временем тихо наслаждается счастьем. В эти выходные актер впервые стал отцом. Супруга Шерлока Холмса Софи Хантер родила сына. Как назвали малыша, пока неизвестно. Журналистам сообщили лишь, что мама и ребенок чувствуют себя отлично и совсем скоро будут дома. Неплохо чувствует себя и телохранитель Дженнифер Лоуренс. Еще бы, парень стал мегапопулярным всего за несколько часов. Фанаты актрисы уже успели подметить, что Лоуренс всегда нанимает на работу лишь красивых и стильных людей. Вспомнить хотя бы ее прошлого охранника. Удивительно лишь одно, как Джен удается устоять перед соблазном закрутить служебный роман. Дэвид Бекхэм прибыл в Китай, но не для того, чтобы отдохнуть. Экс-футболист представил очередную коллекцию нижнего белья. Всю церемонию Дэвид провел в одежде, чем наверняка расстроил китайских фанаток. Простите, тряпками заинтересовался и Льюис Хэмильтон. Гонщик был замечен на показе «Топмен» в Лондоне. Спортсмен признался, что ему очень нравится эта легкомысленная и стильная марка одежды. Однако сам он редко носит что-то подобное. Фанаты Милы Куни смогут вздохнуть с облегчением. Актрисе больше не грозит дело об украденной курице. Напомним, не так давно некая Кристина Каро заявила, что 25 лет назад Мила украла у нее цыпленка, чем нанесла девушке моральную травму. Сейчас же Каро сообщила прессе, что заявление забрала и простила бывшую подругу. Сама же Кунис, вспоминая об этой ситуации, ничего не может сказать. Куром на смех, в общем. Сабина Таргаева, новости ревью. Я тебя не знаю, ты меня тоже. Елизавета Вторая и Кейт Миддлтон удивили британских подданных своим странным поведением. На ежегодном параде в честь дня рождения королевы они старались держаться подальше друг от друга. Видимо, не зря ходят слухи о том, что очень нелегко живется герцогиня Кембриджская с бабушкой супруга. Прошло чуть больше месяца после рождения принцессы Шарлотты, и Кейт Миддлтон вернулась к своим обязанностям. Начало трудовых будней совпало с празднованием официального дня рождения Елизаветы Второй. По традиции прошел военный парад, который посетили принцы Уильям и Гарри, герцогиня Камилла, принцессы Евгения и Беатрис. Даже маленькому Джорджу разрешили ненадолго показаться народу. Судя по тому, что на парад королева и Кейт ехали на разных каретах, да и на балконе Букингемского дворца сторонились друг друга, можно подумать, что не все спокойно в этой семье. Поговаривали, что Миддлтон планировала подольше задержаться в декретном отпуске, но Елизавета настояла на ее скорейшем возвращении к делам монарши. Народ жаждал в этот день увидеть и малышку Шарлотту, но принцесса пока может себе позволить расслабиться. В ее обязанности еще не входит посещение всех светских событий. Тем временем в Мексике все внимание обращено на обычных жителей. 2000 из них в эти выходные установили новый мировой рекорд. Для этого им понадобились обычные смартфоны. Селфи, селфи и еще раз селфи. Вы не поверите, но всех этих мексиканцев в одном месте смогла собрать лишь одна вещь – любовь к фотографированию себя любимых. Селфи – это то, что сейчас объединяет людей сильнее, нежели общая идея, да и внести свой вклад в установление рекорда – это тоже весьма заманчиво. Стоит отметить, что любителей себяшек на этом мероприятии собралось около 2000 человек. Это и помогло установлению нового мирового рекорда. Достижение звучит следующим образом – самое большое количество одновременных селфи в одном месте. Пришел, сфотографировался, победил. Было круто. Многие интернет-язвители заметили, что королева селфи Ким Кардашьян мега-тусовку решила пропустить. Видно, побоялась конкуренции. В выходные случилось невероятное. Классическая музыка совместилась с поп. Кентал и кабазистка Гадиза Габдрахимова устроили настоящий перформанс. Уже в процессе выяснилось, что певец не знает нот. Снимает парочка новый клип на композицию «Родной порог». Эту песню когда-то исполнял коллектив «Арай», в котором играл Батырхан Шукенов и пела Роза Рымбаева. Однако в новом варианте не будет слов, только музыка. Партию на саксофоне исполнит Кентал, а на Кубызе Газиза Габдрахимова. Я знаю Кентала как прекрасного вокалиста, но в данном случае немножко нам пришлось поработать с ним, позаниматься. Мы вот с друзьями, с хорошими музыкантами, аранжировщиками вместе посидели, подумали. Немножко ему помогли. У меня нет образования музыкального. Я эколог по специальности и не ходил ни в какие школы, и сам учил. Единственное, что помогает мне именно в музыке, понимании, это только слух. Сейчас идет процесс съемок, после него пост-продакшн и только к концу лета инструментальный дуэт Газиза Кентал представит миру свой новый клип. Каково это, играть не зная нот, узнаем после премьеры. Артем Абленко, Даурен Мергалиев, новости ревю. На этом все, я Адельяна, говорю вам до свидания.